МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас, чем жарче, тем быстрее можно приступить к сбору озимых, а потом дней через 10 и яровых. На юге области уже убирают. С одним не ведет владельцам сельхозбизнеса и властям региона. В полях местами работать некому. Вроде комбайнером и платить стали до 50 тысяч рублей. И в городах области набирают народ на вахтовую работу. В поля, но нет работяг. Свои механизаторы, поддавшись на рекламу, уехали в Самару городскую жизнь начинать. А чужих из Узбекистана и Киргизии, как я и предупреждал еще весной, не пускают на границы. Честно говоря, когда первый раз писал о грядущих проблемах уборки урожая, думал, хотя бы профильные чиновники почешутся. Но ничего подобного. У них же в бюджете деньги на это не заложены. Тогда зачем шевелиться? Лучше вообще ничего не делать. Это их зерно, что ли? Иронизирует блогер. В паблике «Самара город 163» соцсети ВКонтакте пожаловались на пятерочку в промышленном районе, который выбрасывает горы хлеба на улицу. У нашего дома беда, негодуют жители. Дважды в день этот магазин выносит в нашу мусорку свои отходы. Никогда за почти 40-летнюю историю дома такого безобразия не было. Их тележки ждут утром и вечером. Люди психически больные роются в баках, разбрасывают из них хлеб и испорченные продукты. А те, которые, по их мнению, еще съедобны, забирают с собой. Алкоголики поджидают тележки из магазина и собирают себе закуску. После они садятся на детской площадке или возле подъезда и распивают алкогольные напитки, закусывая тем, что собрали из помойки. По этой причине возле подъезда бегают крысы и мыши. Вызывали полицейских, разговаривали с представителями магазина. Ничего, никакой реакции. Возникают вопросы, а на каком основании мусорные баки принадлежат магазину? Почему они бесплатно выбрасывают свой мусор в баки для бытового мусора? Это же хлеб.